Воды еще вчера в этом подвале было выше, чем по колено, рассказывают местные жители. Вчера около часу дня они вызвали аварийную бригаду и те прочистили колодцы, поэтому за ночь вода с подвала ушла. Но вот видно, что туда дальше воды, конечно, еще много. В течение этого месяца три раза. В начале первом, это первопраздничные, первомайские праздники, она хлынула, напомнилась. Мы вызвали, они говорят, это грунтовые пошли, ладно, грунтовые. Они откачали, через день они приехали, откачали. Потом через 10 дней вода вот так вот ушла. Борьба с грунтовыми водами, рассказывает Людмила Дмитриевна, длится здесь не первое десятилетие. Весной подвал топит после таяния снега, летом после дождей. Но местные жители в постоянном подтоплении винят еще баню. Она расположена в нескольких метрах от дома. Мол, сливают воду в канализацию, а она прямиком в подвал жилого дома. В конце 90-х годов он появился. И вот эти 20 лет, ровно 20 лет мы мучаемся с этой системой. Вода появляется. Как только слив прошел, обязательно появляется. Но не в большом количестве, как во время весенней, а небольшая. И особенно зимой, когда сливается, появляется горячий пар, поднимается. Говорят, это прорыв. Ну какой же порыв может быть еженедельно? Не может. Зимой от пара на внешней стене, вплоть до пятого этажа, густой белый налет. А весной и летом постоянно влажный подвал рождает насекомых. Фундамент кое-где проваливается. На углах дома появляются трещины. С тем, что дом стоит на грунтовых водах, люди свыклись. Лишь бы откачивали жидкость из подвала вовремя. Конечно, нам тоже не нравится. У нас первый подъезд всегда чистый, опрятный. Но вонище невозможно. И вонь, и мокрицы, и блохи. Все это знакомо и жителям дома напротив. Александра Михайловна уверена, что общей канализации явно нужен ремонт. Но в графике капитального ремонта только в следующем году. Ну жить-то так невозможно в этой воне. У нас одежда уже вся провонялась. Мы даже выйдем в маршрутку, садишься и чувствуешь, что от тебя люди шарухаются, потому что вонь такая стоит. Вместе с жильцами звоним в управляющую компанию, чтобы вызвать и аварийную бригаду, и инженера. Вы не можете подъехать к нам сюда? Ну, подъезда после обеда. Сейчас я на совещании в один часовой администрации. А, сегодня среда. Все понятно. Какой вопрос я вам сейчас задала? Вы поняли? Да, да, я понял. Откачь. Когда ответ будет? Ну, приедем, Сергей Прокопьевич. Я знаю, что к чему-то. После обеда вам позвонят, скажут. Будьте добры, отзвонитесь. Хорошо. Спасибо. Люди готовы ждать. А мы проверим, выполнил ли свое обещание инженер управляющей компании. А по прогнозу на ближайшие дни – дожди. Денис Ионос, Юрий Дорошенко, Антенна-7. Денис Ионос, Юрий Дорошенко, Антенна-7.